В Раде оценили вероятность масштабной кибератаки уровня вируса ПЭТИ. На сегодня Украине вряд ли угрожает масштабная кибератака, как произошло в 2017 году с вирусом ПЭТИ. За четыре года в стране существенно повысился уровень кибербезопасности. Об этом говорится в материале РБК «Украина. Война вирусов». Готова ли Украина к кибератакам и что грозит цифровому государству? «Отметим, сейчас 90% кибератак в Украине идут на частный сектор и имеют локальный характер. Поэтому замглавы цифрового комитета Рады Александра Федеенко сомневается в повторении атаки такого масштаба, как вирус ПЭТИ. Такие широкополосные атаки, как ПЭТИ, маловероятно провести сейчас. Я лично не вижу угрозы проведения такой глобальной атаки», — отметил он. В то же время заместитель секретаря Санбу Андрей Демедюк говорит, что спустя почти четыре года в Украине существенно повысился уровень кибербезопасности. В том числе созданы и эффективно работают соответствующие подразделения в Нацбанке, Минобороны и Мининфраструктуры. Отметим, 27 июня 2017 года, в ходе масштабной хакерской атаки, тысячи серверов как государственных, так и частных предприятий Украины оказались заражены вирусом ПЭТИ, он же НОДПЭТИ. Он распространялся через обновление популярной бухгалтерской программы. Всего за пару часов ООН положил сайты крупных банков, энергетических компаний, почтовых сервисов, объектов инфраструктуры и многих других ресурсов. По данным Государственной службы спецсвязи и защиты информации, эта кибератака нанесла экономике ущерб на около 10 миллиардов долларов. Украинская сторона связывает атаку вируса ПЭТИ с Россией. Напомним, ранее СБУ заблокировала масштабную кибератаку на правительственные ресурсы Украины. По данным спецслужбы, ее провели хакеры из группировки «Амагеддон», которая подконтрольна ФСБ России. А в СНБО в комментарии РБК «Украина» рассказали, что в феврале Россия осуществила кибератаку на Украину в ответ на санкции против нардепов Виктора Медведчука и Тараса Казака.